Невероятно трудным будет путь команды Unique до плей-офф-стадии Epic Prime League. Вполне возможно, что они не справятся с тем, чтобы его пройти. Такой сценарий как раз наиболее вероятен. Но начинают они за здравие. Сейчас они выигрывают на первой карте против WinStrike. Надо выигрывать и на второй, а потом еще в следующей серии. Желательно со счетом 2-0. Потом еще в следующей серии. Желательно со счетом 2-0. И еще надо сидеть, смотреть, как будут играть спириты. В общем, неблагодарная работа ребятам из Unique, конечно, предстоит. Но на карте выигрывать надо. И на первой они даже справились с этой задачей. И справились вполне себе уверенно. А что с WinStrike? Почему у них все так плохо по-прежнему? Дмитрий, какая у вас версия есть? Потому что вашу мы толком не так подробно разбирали, в отличие от наших с вами коллег. А, ну, их особенность в том, что они любят воевать. Они прям... Ихом. Вот, Ихом есть Китай, они воюют. Даже если они остаются на 40к, они все равно идут воевать вне базы. И в этом случае лучше не набирать героев, которые скейлятся от айтемов. Потому что вот если фантомка, допустим, берет себе 6 айтемов, то ее криты становятся сильнее. Они скейлятся от каждого айтема. Если же взять героя, который, допустим, имеет просто хороший вот рассказ в начале, а-ля гирокоптер, вот, допустим, гирокоптер, то у него скейлинг в лейте только за счет флэкена. И то это не сильно роляет, если держишься в 1x1. То есть он больше работает на дэмэж в вау-е. Поэтому он больше всего ценится из-за кулдауна, флэкена и баража. Он слишком хорош в темпе. Поэтому в Винстрайк лучше номер героев, которые не скейлятся в лейте. Они все равно в этот лейт никогда не выходят. Они все равно не играют осторожно. Они идут и месяц, и им лучше брать самим гирокоптеров. И все подобное, что будет идти, давать рассказ. То есть зачастую для некоторых команд игра на стадии блокинг-баров только начинается. Ну, хороший пример, наверное, команда Вичи Гейминг. У них там реально просто пока параться не будет БКБ, все, про него можно забыть там на некоторых героях. То есть здесь до БКБ игра просто не доходит. Здесь БКБ покупается, а тут уже все. У ДСК перевеса, и команда заходит. Поэтому в Винстрайк нужен темп. В Винстрайк нужно иметь раскаст, а у нас БАУНТИХАНТР. В темпе это, наверное, можно назвать то, что сейчас появилось, потому что у тебя шестой левел, и там начинается. Это темповый путь никуда, получается. По бегушке, по бегушке начинается. Все так. Ну и проблема еще в том, что мы видели уже этого БАУНТИХАНТРа, от Винстрайка, он там бегал, если отменить, третьим левелом. Ну вот, баунтер такой, специфичный парень. У него либо дикий сноубол, либо он вообще никто. Да, причем эта же команда показывала Кэрри. Да, вот я как раз это сидел и вспоминал, потому что они были, правильно? Они были, да, и там в итоге еще терял, типа у тебя забирает фарм с карты, и в итоге выходит, умирает, там просто поднимается на хэгрон безвижных, пять противников, ну и так далее. То есть всякое уже от них было. Как Фантомка на прошлой карте примерно, то же самое. Да, и вот это все сейчас вот не выглядит, знаешь, сильным, то, что вот снизу пока. То есть это прикольно, то есть герои прикольные. Мы видели, что Вован творит на Фурионе, мы видели там за историю много там крутых баунтихантеров от Бульдога, там от Фанника, но хорошего баунтихантера, который много делает, я, наверное, не видел уже много-много лет. И неважно, какой там патч, что с ним происходит, все равно как-то вот он... Я помню, как Зай классно на Баунтихантере играл. Я понял, что он не выполняет, как там это было, важные макрозадачи или типа того. Ну, у меня за последний месяц вот все баунтихантеры, которых я видел, они все контролили Рикимару. То есть каждый раз, когда у противников появлялся Рикимару, появлялся тут же Баунтихантер, и все. В других случаях Баунтихантер не брался никогда, вообще ни разу. Поэтому тут Рикимару нет вопроса, чем он будет заниматься. Не сказать, что он бегает по замесу, потому что просто летает Баунтихантер, разливает огонь, и Баунтихантер уже трижды думает перед тем, как зайти в огонь. Не сказать, что он сейвит против Баунтихантера, потому что Баунтихантер рвивается, опять же, дает лосо, и Баунтихантер просто машет ему лапкой издалека, и максимум вешает трек. В общем, пока Баунтихантер, он диспанс специфичен под вопросом, чем он будет заниматься, и в инстректе нужно срочно решить вопрос, что же они будут делать с Баунтихантером. Почему это может быть битрайдер пятой позиции, у нее будет грим битрайдер, два саппорта, которые вдвоем делают уже больше, чем делает два героя команды винстрайка, это, причем, скорее всего, какой-нибудь фурион еще кор позиции, или бх кор позиции Потому что с двумя лассо действительно будет очень тяжело воевать Ну да, да и не только с лассо, вообще, в принципе, битрайдер летит здесь, мало кто ему что-то предъявляет Когда битрайдер летит, хочется ему какой-то нюк впилить, там, или стан, или дизейбл, чтобы он дальше не летел, не разливал свой огонь, никого не хватало в лассо, а здесь ульта фуриона максимуму залетает при удачном стечении обстоятельств и все И больше ничего у него не залетает, он летит дальше Ну и надо что-то добрать, чтобы залетало Кстати, битрайдер, митяй, под щитом грифстрока, ух, как будет Да, 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 нет, так они уже играли, и таким драфтом, и у них трешка битрайдер был в похожей ситуации, пятерка битрайдер был в такой ситуации То есть, в любом случае, просто крутая комбинация, вам по себе, неважно, на линии и в самом по игре, где ты их не встретил, ты все равно понимаешь, что будет больно, будет неприятно Беттач вообще топ, просто красавчик И лич это не ответ на двух магов Лич, я бы сказал, это совсем не ответ, он, в принципе, в мидгейме вообще ничего не будет делать против подобной комбинации Да и на линии ему будет сложновато, если вдруг битрайдер придет как тройка Пока все слишком хорошо Я вообще не понимаю, что снизу, если честно Пока сверху все слишком хорошо для уников И самое главное, что они протектят линии То есть битрайдер это такая четверка или пятерка или тройка, которая приходит на линию и реально душит Душит почти любого персонажа И конкретно вот героями Винстрайк тут мало что можно сделать Много дополнительного времени Винстрайк потратили на пик лича Что в целом свидетельствует о том, что они сами, поторопившись взять этих двух героев в начале Сейчас уже сидят и думают, а как им вообще выбираться из сложившейся ситуации Да, но видишь, они за лича и поставили юников в такую же позицию А что делать с тем, что три каких-то рандомных героя снизу То есть, с чего будем нравиться? Им главное, да, не допустить критические ошибки То есть, в принципе, набирается любой стандартный вариант для уников И все, что нужно сделать, это просто аккуратненько бегать по центре вардами, чтобы баунтихантер не засноуболил Если баунтихантер не сноуболит, то он не герой То есть, если он не делает, например, фраг в минуту, то, по сути, он проигрывает почти любому кору Ну и любой тройке Батрайдер, значит, третьей позиции будет Подсветили его вот этим самым земельем Что можно было, знаешь, там, ну, она в плане, я понимаю, условную ДП взять И ты как бы имеешь героя, который в центре, а не особо, как контрит, который может быть подвинут И при этом ты не сведешь, кто баунтихантер, пятая позиция или третья А здесь показались земелья, и вроде как на этом все Уже не особо подвигаешь Фуриона душат Фуриона закатываются Фуриона закатывается либо Эрспирит под читом Греймстрока, либо Батрайдер под читом Греймстрока В обоих случаях Фурион до Блокинг Бара страдает, причем весьма сильно До него слишком легко добраться А как ты вариант, сделать ли этого Фуриона не карри-героя? Ну, более-менее, потому что на корпозицию он здесь вообще никуда не заходит То есть здесь щит лича, по сути, он вообще не роляет, потому что три мага у Тимуник Три мага, причем таких плотненьких, которые разваливают ищит там, не спасут от слова совсем И вот она, та самая связочка По-моему, они даже играли этой связкой Баунтихантер и Рикимару Митяй, по-моему, мы комментируем этот матч Может быть, может быть Я про то, что, опять же, не зависит от того, играли они этим или не играли они этим Но посмотри на героев, это же полная жесть, опять же У тебя сейчас нет, ну, примерно ничего нет И эти надо будет выиграть Я понимаю, да, что темп у них теперь уже точно не за ними Но, 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 с другой стороны, если когда-нибудь Рикимару купит себе Блэкинг Бар Если они вообще покупают Блэкинг Бар, я не знаю, я Рикимару, в принципе, и так часто видел И Баунтихантер, то они начнут быть полезными Потому что, по сути, в мидгейме у них не так много Их героями не так много можно сделать в мидгейме Из-за того, что по Блэкинг Барам они пробивают Но с переходом тролля многое меняется Просто мужчина появился, уник Ну, тролль, на самом деле, довольно интересный выбор против Лича Довольно сильно Лич сейвит от этого дела Или неинтересный, я бы сказал, да, Дмитрий? Ну, наверное, можно так сказать Потому что я бы сказал, что против Рикимару тролль не самый удачный расклад Потому что Рикимару очень легко убегает от тролля Особенно, когда тролль нажимает на ультимейте Рикимару есть два способа, как убежать от его ульты Так, но опять же, смотри, короче, когда ты за Рикимару убегаешь от тролля Ну, вроде как бы ок То есть тролль пусть тебя и сразу не убивает Но ты его не убьешь Но вот именно проблема в том, что ты можешь пробовать драться с троллем Он там крутит, верстит, разбегается Но вот в щитлеща особо не даст ДПС Просто может видеть какой-то хороший реальный мидер С крутым каким-нибудь импактом Ну, да, условно SF И тогда тролль будет страдать Сколько-то На жлободневной ДК все еще в пуле между тем Снизу перспективка То есть ты вот прям смотришь и понимаешь Что на слотах эти ребятки что-то досмогут когда-нибудь Но ты считаешь количество нюков И понимаешь, что в мидгейме все, что есть Это ульт Лича Ульт Фуриона Вот убираем, допустим, два ульта Вот если мы деремся без ультов То с Баунти Хантера, но в Ильича Все Это весь их рассказ в мидгейме Естественно, это ничто по сравнению с Эрспиритом, Гримстроком, Бэтрайдером Поэтому им нужно будет постараться Почаще сбегать 5 на 5 И порегулярнее устраивать ганги На одиночных героев То есть растягивать оборону противника так, чтобы можно было ловить по одному героев Все так, все так Винстрайк убрали героя, которые прям крепко Закрепляют уника в драке 5 на 5 Это Медовый Кунка От него сложно убегать И с ним, в принципе, любая команда может просто идти и таранить вышки за счет бафа корабля Здесь уникам просто можно взять миллион уже героев Ты берешь ту же Медузу, она нажмет ультимейт Драка выиграна Ты берешься из этого Штарм Спирита Он просто летит, и ты выиграл драку Здесь очень много вариантов, которые могут появиться Квапан, например Он просто прыгает, и тебе вообще нечего с ней делать Это 4 героя, у которых из брус-то урона ульт леча Одного Рикимару мало Да, если брать эту Рикимару, естественно, один, он вряд ли сможет переконтролить Квапу При том, что зачастую там тучка будет отдана в какого-то другого персонажа И остальные герои страдают От леча к Квапа очень легко уходит Фуриона она очень легко наказывает Если Баунти Хантер где-то показывается, она просто прыгает, кидает Шаду Страйк, и ему конец И пока сверху шикарно все Прям хорошо Нужен контроль Ливенстрайк Способный сделать что-то всем героям У них способный законтролить их Ну, а это либо Тимбер, либо никто Давай так Он ничего не сделает Контроль, ну это Медовый Марс Или Медовый Рикки Да, Медовый Марс Ну, это попытка Медовый Фурион Янджи сел на Фуриона Ну ладно Окей, ну все, я тогда на Юник снова Даже я на Юник снова У них практически хорошо все Ух ты, ну не Ну если уж Дима отдает предпочтение одной из команд То это о чем-то договорит, друзья Обычно они начинают фидить после этого Поэтому не надо, не надо Держите это в голове Да, и также держите в голове тот факт, что у вас есть возможность залететь к нам на трансляцию Для того, чтобы это сделать, фотографируйтесь Выкладывайте свои фотографии в сториз Инстаграма Тегайте там наш Инстаграм-аккаунт Дота2рухаб И ставьте хэштег И лучшие из ваших фотографий попадут к нам в эфир Ну а мы передаем слово комментаторам и смотрим вторую карту У Юников в пике мышь летучая А у команды Винстрайк две крысы Знаменитый драфт Баунтихантер и Рики Да, это знаменитый драфт Баунтихантер и Рики из твоего паблика, я не знаю Это знаменитый драфт Баунтихантер и Рики, который я не видел ни разу Еще вообще У меня в пабликах бывает Я даже не в одном своем паблике на протяжении, наверное, полугода не видел такого пика А уж если говорить про профессиональную дота-сцену, Рики и БХ Ну это какие-то эксперименты от Винстрайк очень интересные Собственно, посмотрим Ну, самое время И опять же, Марс Ласпиком Не знаю даже Интересно, как они драться будут Вот Рики Баунтихантер, это два героя, которые максимально не держат урон Ведь Кэри, в понятии Кэри вкладывается не только то, что он может внести дэмэдж Но вот как Гирич, он может внести дэмэдж, но при этом он сам такой, ну, как бы довольно прочный Там идет вперед Вот, например, тот же Профит даже, да Ну, понятно, здесь хотя бы Баунтихантер суппорт, да, это радует Профит, он такой статовенький, да, он там взял себе каких-нибудь артов Таланты хоть и подрезали ему, но все равно Бессильные И пошел раздавать Ну, посмотрим, что этот Рики Баунтихантер сделает Эрспирит, например О, кстати, ему вафли Да, похоже, никуда уже не денется Но он потратил Да Роулингбол Легчайшая Легчайшая ФБ для Чекиря Так, сейчас я хочу посмотреть На кого Я какого-то героя хотел посмотреть и забыл Ну, ладно Возможно, на БХ какого-нибудь А, не, на Профит я хотел посмотреть На 10-м уровне ему добавили талант в Res of Nature Base Damage 15 Да-да-да А у нас есть возможность Апсов попросить показать Ну, вообще-то да В пользуясь тем, что руки свободны И проверяю в нескольких источниках 1,8 тренд хп дэмэдж Исправленная цифра Мы видим Но все еще сильные таланты Урон, армор Просто теперь, как бы, тебе хочется на 10-м И урон с одной стороны И левый талант тоже не так уж плохо выглядят Опа, TSA Ну-ка Хочет подворовать золото у Зитракса Но нет джинада Вот беда Ну, да, странно Если помог, то и то сделать Я так понимаю, в первую очередь хочет курьера Подрезать сейчас Ну и плюс палит, куда там пойдет тролль Сразу, ой, там у нас интересно Как тп делать бэтрайдер Не успевал, видимо На самом деле Сомнительно такое Если они сейчас будут как-то свапаться по линиям Бэтрайдер только что потратил тп Они должны были это видеть Юник 1.3 3.3.2 на винстрайк От GGBet И мы понимаем, что Ну, юник и фаворит Опа, вот оно Вот оно Вот оно Первый пошел 37 Вот, скажем Роль бока в этой игре, скорее всего По крайней мере, на начальной стадии игры Убийцы курьеров Так, так Тут густо намазали чекиряо Да, чекиряо 7 Стакф напалма на нем Но правда бы за сам далековато ушел И чекиряо на развороте Вместе с баунтихантером Вместе с киркидом Звездовая наваливать этому бэтрайдеру И в таверну отправляют Его второй фракт Так вот Да, пока что бэтрайдера забрали Распилита забрали Курьера забрали Какое-то золотишко зарабатывают Фогас пока на легкой Один против трех героев Я бы не сказал, что Марс это тот персонаж Который хорошо смотрится один против троих Марс хочет пофармить Марс помимо экспы хочет иметь золото Хотя бы там вот в начале какое-то минимальное Но вместо золота ему Накидывают, да, в спину Чему он, собственно, особо-то не рад Но с другой стороны и в лицо особо не рад Вот еще один Да, это уже второй 44 Нормально, да Нормально Сейчас вот еще парочку И можем говорить, что Баунтихантер Отработал начало игры В общем, Марсу хочется взять себе Ну вот какой-то такой минимальный Вот чтобы и экспы побольше было Чтобы он крипам подходил И самое главное Взять там какой-нибудь, ну, ботинок Плюс там два, ну, стики соул ринг Там или какой-нибудь под Владмерс Какой-то начальный задел Это колечко Но вот если ему вообще ничего не дают А он еще и экспы не дополучает Потому что стоит очень далеко Это прям совсем не про Марса игра Просто куда герой Такой, как Марс Пойдет без шмоток Он выносит сол ринг в Владмерс Он может идти и щитом просто лес фармить Там копье, щит, копье, щит, копье, щит А куда он пойдет без... Ой, найнтин Найнтин без блинка Угу Меня за это наказали только что Я тоже думал, почему-то, что у него блинк имеется Ну, потому что он третьего уровня уже Но вот наказывают его И очень хорошее начало от винстрайков В общем О чем я говорил? Про Марс Что куда он пойдет без шмоток? А, ну вот куда пойдет Марс У которого нет никакого мана регена И у которого нет спылов Он без спылов не может зафармить лес Если он даже получит эти спылы Особенно сейчас, когда копье Даже на первом уровне стоит дороже А на каждом следующем оно стоит еще дороже Еще дороже, еще дороже Ну вот крипов, по крайней мере Хоть как-то выпуливает здесь себе Молодец Под тавр, да Ну, хоть что-то Хоть как-то сдвинется линия Чтобы можно было под тавром спокойно пофармить Но очень много динаев у тролля Просто обрати внимание 14 Ну, как бы это... Для Марса это не имеет значения Потому что он не получил вообще экспуза Этих крипов То есть эти были динаи Когда он даже не подходил Поэтому это так, тролль скорее Разминается На он мог ничего не динаить Это не имело никакого смысла Но это скорее Ты еще очень важно динаить Ты, как правило, под динаева Ты держишь линию в одном положении То есть ты можешь контролировать Там чуть больше урона по своим крипам влил Чуть больше по вражеским Ну, это так вот Опять же мелочи Потому что одним отводом Все можно заруинить Как только что сделал Марс И линия пошла в другую сторону Янгджи Просел по хпшке Но тп на фонтан И тп обратно А Нейтин здесь тоже без хп стоит На него баночка уже летит Ему все нормально То есть фласка плюс накинута была Поэтому отрегенится Будет фуловый Кэрри пока что фармит В равной степени Мы видим, что фрага Побольше, конечно Команды винстрайк Не видя очередное нападение Но в этот раз Есть блинг Правда, спрутов Кулдаун побольше Побыстрее вроде как Откатываться должны Нежно Рекимару дети Так Кик тем временем Забирает иллюжина Это 4-0 уже Тысяча преимуществ Продолжает Вот очень важно Для Баунти Хантера Все-таки Выходить И периодически Давать эти тычки Воровать золото Потому что Ну это действительно Очень-очень важно Кстати Такое довольно важное изменение Так, сейчас мы посмотрим Тут у БЗЗ Может что-то подворовать Но БЗЗ Может забрать Баунти Руна точно И еще вот так Да, забирает Баунти Руна Еще и тычку дал Ушел обратно в Инвис С ТСА Пока Баунти Хантер Молодец Явно Пытается Делать все возможное Для своей команды Но здесь сейчас Правда его Могли рассекретить Учитывая, что там Стоит Центри Это минус 80 золота Или там 75 Честно сказать Точно не помню Сколько стоит Центря Стыд мне и позор И еще раз Минус экспа Для Баунти Райдера Он потеряет немножечко На том Что Баунти Хантер рядом Может быть Тут еще подъезд Как вариант Минус Клоритос Можете сделать Опа Сюда Все Одного Крепочка съел Правда нужно бежать Потому что там Стакки Напалма Урона не хватает И БХ выживает Рейндроп спас Великолепная игра ТСА Да, Рейндроп сработал Очень много он Икспы съел И всего-всего-всего Три Баунти Руны При этом за командой Винстрайк Баунти Руну тоже он съел Такое Изменение На самом деле Я бы сказал Интересное Оно осталось Как-то Никем не обсуждалось Во всяком случае Я не слышал Дело в том Что надежное золото Теперь Его практически нет Единственное надежное золото Это Которая капает тебе Со временем Это очень Ну А БХ ворует Если что Только Ненадежное золото То есть Он не может Своровать Надежное золото Сейчас я еще раз Уточню этот момент Что там И как было Ну в общем Это Действительно Такой Ну это Базовая Базовые такие вещи Когда какая-то строчечка Есть Но вот что она означает Толком никто не знает Да Или когда Не обращает внимание Ну вообще На самом деле Скорее всего Второе Возможно Многие знают Но просто не обращают На это внимание Тут у нас Тем временем Уже 2000 преимущества Такой серьезной Для команды Винстрайк И попытка Нападения в мид На Янгджи Опять неудачна Слушай Но Винстрайк Такими темпами Хороший темп Могут взять Сейчас Как бы это не звучало Тот самый Тот самый Потому что Все таки Фурион Тоже достаточно Мобильный парень Который может ПКД ультимейта Врываться С своего Как-то удачно Мы видели Как вы поиграют Этой стратегии С этим Фурионом Да В общем Я еще раз Прочекал Чтобы Ну Потому что Иногда ты пропускаешь Частицу не И оказывается Это так Нападение здесь На тролля Что у тролля По ультимейту У тролля Есть ультимейт Но маны нет На ультимейт И троллю удается Забрать На самом деле Не самый лучший Размен Потому что Марс Толком ничего Не имел А тролль Имел достаточно Неплохое Неплохое Качество золота Но при этом Посмотри на Рики Да Какой Ковассальный Он тут вообще Рики страшный парень Он уже до 4200 Имеет нет ворса И страшно представить Что у него там будет Буквально через пару минут У него уже Есть первый Блэд оф аллахрити Да И у него уже Скоро дефуза появится То есть Возвращаясь к теме Этого золота Но это не только Для баунти хантера Это вообще Раньше там Допустим Если ты закупился Когда ты закупался Тратилось сначала Ненадежное золото Потом надежное То есть Если ты закупался Перед смертью Ты мог вообще Не потерять практически ничего Надежное золото Давалось за фраги А сейчас только За пассивное начисление Только Так что вот Интересные изменения Найнтин тем временем Забирает декафогуса Который Каждый образом оказался Я так думаю На речке он оказался Благодаря спириту Который у него закатился И туда отправил То ли из подвышки То ли где-то здесь Опять декафогусу Не дают ничего получить Марс полностью из игры выпал Но Какой сильный Рики И какой сильный профит Они в принципе Могут помочь этому Марсу Себя раскрыть Потому что задача Марса Будет простая Получить шестой Поставить арену Дать в кого-то копье И в принципе Драка уже начата Дальше дело профита И Рики Развлекаться Но опять же Не будем забывать Что Рики Это герой темпа Это конечно Все очень здорово Но Если его догонит Тролль в какой-то момент Ну тролль-то Поинтереснее Посильнее смотрится Да Его контритучка Ему неприятно Конечно Безусловно Потому что Только Блокинг Баром Можно спастись Но Ничего страшного Догонит ли Вот в чем вопрос Вот Рики Мару Остает Наверху Вместе с Кикетом Сейчас прыгает Прямо по Тауэр Под ультимейт Значит профит Но тут В этот раз Есть ультимейт От тролля Тролля Пока что контролля Это Рики Мару По-моему ошибся Ошибся Здесь погибает Первым Тролль погибает Вторым Ну и один в один Ну я так скажу Более реально Стало Задача Догнать Рики После этого Потому что Все-таки Профит И Рики Вдвоем Перетянулись Этого тролля Бить В итоге Он разменялся Достойно Ну хорошо Отыграли Очень здорово Гримстрок Или уже Вкатывается В Кики Да здесь Соляно Да Соляно Это правда Вниз Там есть Перетяжка Также На Бэтрайдера Я так понимаю Возможно Сейчас будет Нападение На Ванпост Кто-то летел И видимо Не долетел Да Окей Или это Кто-то Фокус был Я честно Сказать Не знаю Возможно Фокус Как раз Таки Этот Баунти Хантер Он как дедушкин запорожец Вот честно Он Даже в какой-то момент Ты уже видишь Что вроде Он работает Но в любой момент Он может заглохнуть Вот просто Вначале Что-то взял Там Курьеров порезал Золото заработал Но взял И все И сейчас Импакт опять никакой А ему нужно Постоянно Постоянно До шестого И потом реализовывать Треки Потому что Если он не реализует Треки Это Довольно печально Так Нет У нас драка Вкатывает Иллюжен Хороший Магнитайз И погибает Рикки Мару Погибает Марс Привязка От Гримстрока Забрали Здесь Бэтрайдер Все-таки Иллюжен продолжает драться В это время наверху Зитрекс просто ломает Т1 Еще Магнитайз продлеваем Иллюжен до конца Хотят забрать ТСА Ванскор накидывает Вместе с Таваром ТСА погибает Ну и видимо Победителем в этой ситуации Ведет Янгжи Хотя Нет Янгжи тоже погибает Я не знаю Такое ощущение Что Юники Какую-то Силу джедая Получили Потому что Они прям Настолько хорошо чувствуют Когда соперник На них нападет На Профит Сколл Гейминг Один против всех Но на самом деле Они действительно Очень хорошо чувствуют Бэтрайдер Сразу дал лассо И моментальный ответ Который Спирит И Руспирит 1700 урона Это очень-очень много Учитывая, что это саппорт При том, что они дрались Втроем фактически Бэтрайдер Руспирит И Гримстрок Не было ни тролля Не квапы Квапа просто пришла Там Сделала фраг И все И вот уже Пожалуйста Вот уже 4 600 на 5 Я бы сказал Разница Минимальная Становится А учитывая, что Тролль Себе первым артом Будет делать БФ Коэффициент От Джи Джи Бэт Юник 132 3 и 2 Винстрак Я не помню Они увеличились Или уменьшились Если честно По-моему Чуть уменьшились Ну ладно Это на самом деле Но мне кажется Рановато Все еще Поверили Здесь Все еще Может измениться В Юник В плане расстановок сил Да Да Мне кажется Даже Я бы так сказал Такое ощущение Что и совсем Не верят В то, что получается Что-то у Винстрайк Потому что У них-то Получалось А вот сейчас На деле Шестой Баунтихантер Наконец-то Треки Фраг бы забрать По трекам Было бы идеально Было бы идеально Серикенчик полетел Но поздновато Далековато Иллюжен Леса Нет Спрятался Там просто Рядышком Отхиливается Так же Квин оф Вейн Очень хотят Забрать Я так понимаю Кого-нибудь Либо же Тавр Подпушить Но не удается Этого сделать Винстрайк Там летит Летит Батруидер Да И вот оно Нападение От Ванскора Пошел Соник Вейв Чайник залетает Так же Неплохой Погибает Первый Иллюжен И чайник Продолжает прыгать По БЗЗ БЗЗ прям На лоу хп Там остается Съедает Его здесь Чекеряу Теперь погоня За Ванскором Ванскор Тоже отправляет В таверну И драка Получается Три в один Вот о чем И говорилось Лич Бог И все Что я могу Сказать Это какой-то Божественный Чайник Всего-то Нужно было Дать лосо До чайника Вот чуть-чуть Не успел С этим Бэтрайдер Но И тавер теряют Тавер внизу Теряют Юник И минстрайк Продолжают давить Во всем фронтам Да Вот это Хорошая драка Была сейчас Очень нужная Для них Хотя Конечно Тролль Продолжает фармить Опять же Тролль Первым артом Будет делать БФ Это значит Что дальше Он будет Нагонять Рики Он уже Нагоняет Рики 6200 Это что Это нападение Это нападение На Фогоса Здесь Он потратил арену Но тут его Месят просто втроем И это Минус Марс Сюда Продопотягивается Чекиряо Прыгает в драку И хотят зафоксить Квин оф Пейн Это удается сделать Убегает отсюда Ванскор Ванскор очень битый Покатился иллюжен Ванскор Видимо по трекам Специально не стал Сразу бить Чекиряо Дождался пока трек Обновит БХ И БЗЗ еще забирает По трекам Еще один Ну Как Дедушкин Запорожец Ты никогда не знаешь Когда он снова поедет И он поехал снова От Баунти Хантера Я бы сейчас Процитировал Процитировал Доминика Торетто Но я не помню Дословно как он говорил Не важно Какая машина Важно кто за рулем Как-то так Звучала Великая цитата Это кстати Подходит под Баунти Хантера Очень хорошо Потому что Действительно Очень важно Ну вот Собственно Баунти Хантер Зарабатывает Вот это золото И пик Реализуется Но я бы сказал Что здесь Все герои Хотят давить И Профит И конечно же Рики А что Профит взял за талант Все таки правый Все таки урон Все таки Не стал забрать этот Race of Nature Ну мы же с тобой Комментировали Да Помнишь когда у нас Был супер армированный Фурион Там Буквально В 15 левеле Он там с Кирасой Уже был И вообще был Нереально пробит Ну как этот Он будет таким же У него Блэдмейл Он будет биться Просто с руки 15 минута Всего-навсего 3000 преимущества Но у нас только Активная игра 18 фрагов За 15 минуты Это еще не предел Профит С Блэдмейлом Нет не хочет Выходить на Бэтрайдера Подходит Восьмой Баунти Хантер Нормально так Он Четвертый бегал Там на восьмой Минуте И вот на пятнадцатый У него уже девятый Очень хорошие драки Удалось провести Он догнал БЗЗ по уровню А вот и Профит Да Есть трек БЗЗ Скорее всего Сюда уже никуда Не денется Его просто Закидывает с руки Янгджи Это очень приятно Еще что вот Под треком Профиту Всегда видно Цель Потому что У него есть Некоторые проблемы С тем чтобы Догонять героев Оппонента Из-за того что Он не имеет Какого-то стана Но вот Под треком Ты просто Всегда видишь Ты тачкуешь Там в лесу Нигде не спрятаться Нам показывают Что кто взял Киноптики Аэрон талоны Рики дифуз Тролль Почти бф Но у тролли Здесь нужен сильный Очень сильный Вот почти Почти Осталось Буквально 250 золота Но бф Естественно Это только начало После бф Ему нужно будет Зафармить себе Какие-то боевые слоты Потом Блокинг бар Я не думаю Что здесь Хорошее решение Будет Какая-нибудь Сия плюс Сатаник Потому что Ну Сия сатаник Он купит В тучерике Не работает В этом В спрутах Профита Не работает Ты просто С этой Сия сатаником Живучий Конечно Будет Здесь скорее Мне кажется Билд БКБ МКБ Вот такой Вот какой-то Обисал Возможно Какой-то Левый Баш Лишь Не будет Точно Обисал Тоже Можно Выпрыгнуть Из тучи Да Вот я Про это Говорю Наверное Тоже Было бы Неплохо Но Посмотрим Что Выберет Трол Ну Возможно Баш Урок БКБ Вот Как-то Так Соберется А потом Уже Будет Обисал Полноценную Собирать Ну Это Мы узнаем Чуть позже Пока Мы ждем Возвращения Игрока Команды Юник Так Ну а здесь Урикимару Мы видим Уже Готовый Диффузал Там Дальше Яша Да И Судя По Всему Монто Ставил Да Дальше Себе Монто Чтобы Возможно Скидывать Себя Всякие Непорядные Штуки Вир Спирита Большу Гримстролка Тоже Хороший Монто Здесь Не важно Что У тебя Под капотом А Не важно Что У тебя Под капотом Да Важно Что Я почему-то вспомнил Это был момент Это Из Предпоследнего Что ли Фильма Где они Там Где-то На Кубе Что ли Гоняли Где Там Какая-то Старая Развалюха Реально Похожая На Запорожец И там Был Движок От Моторной Лодки Что На ней Выиграл Причем Выиграл Когда Ехал На задней Передаче В итоге Машина Правда Сгорела Но Он Победил Но Как Говорил Бывший Кэри Виртуз Про Не важно Что у тебя Под капотом Главное Кто у тебя В багажнике Ну да Либо так Напомню Что Винстрайки Борются За право Остаться В Элитном Дивизионе Для них Это важно Потому что Не самые лучшие Результаты Команда Показывает Но вот Им удалось Зацепиться За Сайбер Легаси По-моему Да 2-1 Их обыграть Они Обыграли Бейт 2-1 И вот Собственно Все их 4 очка Больше Пока Очков Нет Для них Очень важно Для них Реально Решается Судьба Сейчас Забрать Одно Два Очка Если Они Забирают Одно Очко Они Сайбер Легаси Догонят Да Это Для них Последняя Игра Сейчас Я посмотрю Да Для них Это Нет Для них Это Не Последняя Игра Еще Игра С ВП Но Вы Сами Понимаете С Одно Или Два Очка Иначе Будут Переигровки Точнее Если Они Не Заберут Никаких Переигровок Не Будет Ну Если Здесь Будет 2-0 У них 4 Останется И С ВП Ну Удачу Можно Пожелать Да ВП Сегодня Проиграли Да ВП Там Проиграли HR Нави Но Давайте Будем Честны Винстрайке Все-таки Немножко Послабее Чем Вот Эти Коллективы Смотрятся Сейчас Во всяком Случае Мягко Говорю Да Ну И мы Видим Статистику По Взятому Таланту От Фурион Тем Времени 3% Людей В Мире Берут Вот Этот Талант Интересно Честно Это Прям Обновленная Стата То Неужели Он Настолько Плох Что 3% Людей Его Берет Но При Этом Кстати Выигрывают Они Нормально Так Игр Интересно Интересно На 3% Это Не Густо Если Честно Согласен Но Опять Жу Интересно Посмотреть На Количество Матч То Выбор Откуда Я Думаю Что С Фуга Так Ну Декафогас Легендарный Никнейм Появившийся Благодаря Такому Игроку Как Декафогас Наверное Хотя Представляешь Он Когда Они Скажут Что Вообще Ничего Общего Не Имеет Да Не Я думаю Что Именно У Не Вся Команда Я Джи Если Кто Не В курсе Год В свое Время Взял Никнейм Джи А тут Получился Янг Джи Тогда Вопрос Кто С кого Брал Свой Ник Чикиряо 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 Что Вообще Чикиряо Это Я так Понимаю На русский Манер От Английского Словосочетания Чикиряо Это Было Я могу Смотреть Только Одну Песню Это По-моему У Блэйк От Пис Была Такая Песня Что С этим Все Это Все Что Я могу Вспомнить Можно Загуглить Посмотреть Какой Трещевой Оборот По-любому Мне Прислали Информацию По Таланту Но Час Профиты Но Озвучить Я Не Могу Е В Эфире Там Есть Очень Сильные Оценочные Суждения От Нашего Ап Сервера Я Понял Он Не Доволен Этим Талантом Надо Сделать 25 Может Быть Тогда Будет Получше Так Ну Что Ж Игра Продолжается Внизу На Т2 Нацелились Вин Страйк Б Всем Временем Дофармил Себе Тролль Варлорд Наверху Т2 Также Собираются Ломать Юники Видимо Размен Товарами Будет Но Тут Огромное Количество Пеньков Катапульта Снизу Мы Понимаем Что Товар Наверное Быстрее Должен Пасть Но Что-то Как-то Прожали Гриф И Все Исчезло Сразу Ну Я Не знаю Может быть Марсу Недостаточно Прочности Я Так Не Могу Сказать Вот Сейчас На Глазу Да И Товар Опять же Подапали Это Все Понятно Да Товар Реально Подапали Но Вообще Если Да Марсу Недостаточно Прочности Если Бо Марс Был Более Одет Он Бо Просто Нажал Щит И Съел Бо Все Орехи От Товара Это Больно Но Ты Сэвишь Крипов И самое Главное Катапульту Это Нормальная Тема На Марсе Кто Не В курсе Во Время Фортификация Вышка Выпускает Много Снарядов Но 70% Из Них Залетит В Марсе То Есть Там Фактически Он Может Съесть Все Другой Вопрос Если Ты Съешь Все Не Наешься Ли Ты Не Объешься И С такими Ортами И Не Впадешь Ли В пищевую Кому Потом С такими Ортами Марс Не Может Выдерживать Вот Эти Вышки Потому Что Т2 Вышки Сейчас Запали Слишком Сильно Они Раздают Очень Много Урона Ой 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 Забегает Сюда Забегает Также Правда И команда Винстрайк Иллюзион Не укатывается Потому Что Марс Его Перехватил Отлично Сыграно Тот Самый Марс Который Щитом Отразил Перехватчик Да Неукрасиво На самом деле Фогас Сыграл Вот Интересный Выбор У Фогаса То есть У тебя Все Очень Плохо Взял Стики Взял Солринг Нападение На Бэтрайдера Копье Еще Ой 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 В итоге Баунтихантера Забирают Но он свою задачу Выполнял Попытка забрать Квапу Квапа Ну По моему Квинов Пэй Здесь сейчас Тоже отправится В таверность Потому что Сюда перетянулся Янгжи Успевает Все таки Уйти На Блинке Янгжи Тоже Отступает Забрали Рикимару Это Определенный Плюс для Команды Да Это Хорошо Несмотря На Трек Килы Все равно Здорово Квапа Подняла Много В общем По поводу Марса Он Понимает Что он Уже Не успевает Выформить Все Всякие Артефакты Чтобы Быть Посильнее Как Герой В битве Один На Один И он Просто Берет Блин Для того Чтобы Только Инициировать Помогать Команде Это Абсолютно Верное Решение Вообще Если Марсу Взять Еще Ну Уровней 5 Даже Без Каких Толковых Артефактов Очень Опасно Играть На тролле Против Этого Персонажа Сейчас Объясню Почему Тут Тем Временем Лича Забирают Отличные Юники Разворачивают Тем Временем Бзз Встревает Закрывают Его Файрфлай Нет Есть Лассо Но Не может Ничего Сделать С этим Янг же Оформляет Фраг В общем Ты можешь Какой-то Момент Нажать Ультимейт И Вгрызться Марса Ну Если Не нажмешь На героя Просто Или Марс Останется Последним Последним Единственным В кого Ты видишь В итоге Тролль Начнет Бить Марса В щит И Марс Очень много Урона Просто Заабсорбит Свои Пассивки Это Действительно Очень Сильная Сторона Поэтому На таких Героях Как Легионка Тролль Очень Неприятно Играть Против Немного Хотя бы Еще Брони Себе Вот У него Талончик Есть Вот У него Что там Какие-нибудь Фейзы Он ПТ Сделал На Марсе Интересно Ну Чтоб Пожирнее Быть А И делает Еул Слушай Это вообще Такой Билд Я слышал О нем Ни разу Не пробовал Билд Когда ты можешь Дать Еул Ну то есть Дать Еул Поставить Спокойную Арену И туда Копье Это Очень Хороший На самом деле Билд Против Квапы Если Вдуматься Потому что Квапе Ты не можешь Квапе Ты можешь Запрыгнуть Так Сверху Драка Нападение На Лича Да Лича Заберут Здесь Без шансов Для выживания Для него Никак Не мог Ответное Нападение Чекиряо Пошел Утимат От Фреона Забирают Гримстрока Есть Соник Вейв Магнитайз Хорошо Марс Не дотанковал Правда Успевает Эти арену Все же Перед смертью Ну и Лассон Но Как же Не пробиваю Здесь Янгжи Вы просто Посмотрите Ноль урона Янгжи Прозумает БКБ Сюда Приходит Зитракс Но Что делать С этим Фреоном Не ясно Ну Ультовать Немного Опасно Можно Убежать Под Тир 3 Если Сетка Не сработает Потому что Он под БКБ В итоге Уходит И в итоге У нас Получается Фреон Жирнее Марса В разу Ну Ну Конечно Вообще Никак Не пробить 12000 Нетверсов А у Марса 5 и 6 Я думаю Если поменять Нетверс Местами То Там Нормально Будет В общем Договорю Мысль Свою Ты Даешь Блинк И ты Можешь Дать Клопе Копье И прибить Ее К какой-то Стенке Но Ты Хочешь Прибить Ее К стене Арены А для Этого Тебе Потребуется Еул Блинк Еул Поднимаешь Вот я честно говоря Даже не задумывался Никогда о том Что против вот таких Мобильных героев Блинкеров Лучше всего Работает этот Еул Там Самое главное Просто хорошо Затаймить Ой-ой Клопа Минсаегис Золото с треком Получено Кстати Даже за такую Смерть дается Так Сайланс Еще трек Нужно Гастануть Клопа пытается Уйти В итоге Клопа погибает Гримстро Ультимейт Рики прыгает Забрали Илюжина Это уже Минус 2 Какая ошибка Которая реально Какую-то в пучину Потащила свою команду Сейчас еще и Зитракса Заберут Ай жесть Да Он под тучей И его забирают С ульта Ворвалась одна Квин оф Пен Неудачно В Рошпита И в итоге Уехать зацепил Еще двух героев В своей команде Очень мощный профит 32 армора Это даже С одним только Блэйдмейлом Ну за счет таланта Да Плюс Блэйдмейл Плюс хорошие статы Действительно Пробить его тяжело Талант конечно Уже не 10 дает Но 8 Тоже хорошо Даже очень Марс там Фармит Да там уже Мьелнер практически Так же готов Дальше Если уж говорить Про плотность Можно и Керасу Себе подсобрать Наверху Что планируется Нападение на ТСА Да Лассо даже Потрасил Бэтрайдер Хочет сделать Соло фраг Он его делает Ну это Хороший фраг Учитывая что Команды здесь нет Его Ой-ой-ой Какой-то Телепорт Да Арена А вот он Ее на Гжи Уже на месте Да Такая просто Арена Чтобы поддержать Бэтрайдер Чтобы сбить Ёлки Он никуда не ушел Но Очень странный Телепорт Бэтрайдер Должен был Хотя бы там Как-то попытаться Помансить Помансить в елочках В итоге Это плохой фраг Получился На Баунти Хантере Прям юники Как-то вот Не могут вернуться Они делают Шаг вперед И два назад На самом деле Ситуация у них Отнюдь не самая Плохая Но вот Они постоянно Постоянно Сливаются Причем Без каких-либо Предпосылок К этому Просто на ровном месте Там Лич Загастовал Чайник Он успевает Укатиться Нормально Такой себе Чайник Получился Ну комбинация В теории могла быть Неплохой Там ультимет Летел фариона Да Чайник Леча Под крипов И врывается Фариона Вы там Забираете Ну Синистер Гейс Возможно Даже Одного Только Чайниках В идеале Если он будет Прям скакать Через раз По герою Урона Будет Очень много Но не получилось Ну и ладно В общем-то В другой раз Получится Сайлент Сделать себе А на миди Тем временем Марс Выходит Арена Нет Видит Тролля Вот он Да Все-таки Мы полностью Угадали С этим Билдом Это будет Башар Эбисал Сатаник Ну и потом Сатаник Ну Сатаник Уже не для Статуса Резистанса Столько Сколько Но я Единственное Что думал Что БКБ Не такое Быстро Будет Я думал Что какой-то Башар Будет Промежуточный Все-таки До покупки Блокингбара Месят их Очень сильно Не может Затянуть Дальше Клопа Тоже БКБ И вот Два БКБ Сейчас реально Сильные Кстати говоря Очень опасная Ситуация для Винстрайк Если они сейчас Неаккуратно Перетянутся Им вполне Могут Давать И сломать Быстро здание В итоге Клопа Как бы Намекает На то Что пора Возвращаться Тир-1 на Тир-3 Менять Это Оуу Там Курьера Подрезали Для Крин оф Пейн А Там был Я так Там БКБ Лежала Да Ей Мифрилхаммера Как раз И не хватало И теперь Телепорта Нет Видимо Устремляется Чикиряо Наверх Видит Видит всех Прыгает Распирт Получает трек Все Распирт Можно отдавать Хотя Профит Уже залетел Уже не получится Так просто Разбежаться Так Красно Пошло Кстати Неплохое Но Тут как бы Фурьер с БКБ И драться Вообще не хочется Сониквей был Раскастован Зитракса Сейчас заберут Под треком Три фрага Уже сделали Здесь винстрайк Забрали Самое главное Тролля И Все Божественная игра На Марсе В итоге Он прыгнул И дал Копье в тролля Который Нажал свой ультимейт И тролль Проставил всю драку Не сделав Вообще ничего Очень круто Сыграли Вот этот профит Который набрал Кучу артов Он может просто ТПшиться Куда угодно Нормально Юл появляется На Марсе Это значит Что можно И себя Подюлить И какого-то тролля Поднять Если он Без блэкингбара В ультимейте И квапу Опять же Через вышеозвученную Комбинацию Очень круто Очень Там внизу Тоже планируется Нападение Потому что Был потрачен скат И врывается Рикимару Прекрасно Зная Где находится Ну А понятно Они не знали Что это Квин оф Пейн Но знали Что кто-то там есть Просто через тучку Через елку Кинул тучку Прыгнул вперед И сделали фраг Шикарно Блэдмэл Отрабатывает Классно ННГ Его не могут Пробить Но когда его Начинают бить Он просто Включает И когда Заканчивается Блэдмэл Ты уже Тоже не хочешь Его бить Потому что Урона Не заходит Просто А там Сейчас Действительно Кираса Дальше Будет У него Так План Перехват Работает План Перехват Увидели Увидели Все Сейчас будет трек Забрали Год лайк Очень Хорошая игра От винстрайк Получается Прям этот темп Полностью реализован И Ну я уже Причувствую Третью карту И самое важное Что И винстрайки Наберут Пятый очко На турнире И не дадут Они 6 очков Набрать Своим оппонентом Только теперь 5 В лучшем случае Чикеряо За иллюжином Какие куски С дабл дамажем Откусывает Марс уже здесь Йол Копье Но так не работает Сново Зитракс Просто прожимает БКБ Чтобы улететь Да Это Понятно Все Но это В любом случае Еще один фраг И мы понимаем Что все больше и больше По карте Преимущество захватывает Винстрайк Не только по денежкам И то есть Непонятно Как камбэк Эти уникам Сейчас Даже размен БКБ на арену Марса Очень выгоден Потому что арена Марса Имеет очень маленький кулдаун А БКБ вот такой Десятисекундный Он там прилично откатывает И если Поймает тайминг То в следующий раз Фогас просто Закроет роли Но даже если нет Нормально Проблема в том Что каждая драка Как только они проигрывают Им сразу что-то ломает Вот заметь Просто моментально разваливается Т1 Сейчас сломает еще и Т2 За пару ударов буквально Вот она уже готовая Кираса 50 брони у него практически 50 Разве Разве может такой тролль Пробить 50 брони Я сомневаюсь Сомневаюсь Я тоже Очень сильно сомневаюсь Со сливером Как вам такое И плюс еще У него уже там По 300 уронов с руки Но пока поменьше Да и Рашам появился Только что кстати И в случае ультимейта У него станет еще больше Ну что ж Возможно последний смог На самом деле От команды Unique В этой игре был скам потрачен Прекрасно знает Где находится Оппонент Но это Фурион Сюда подтягивается команда Оставляет Рикки Мару Да Орбов Дистракшн Очень сильная штука Так пошла Нужно хорошо напасть Куда-то покатился Иллюжин Непонятно Все Сикость на кассе Вот он Марс с ареной В итоге Иллюжин погибает первым Чаник полетел Отличат Тролль прожимает ультимейт За счет этого пока что живет Начинает набалить Он просто не пробивает Ноль урона Ноль урона Просто ноль Он больше отхил Он быстрее отхиливается Там Я не знаю Что там происходило Он регенится В итоге тимвайп Просто быстрее регенится Регенится С стандартным регеном Такое ощущение Что у нее реально был какой-то лайфстил Я не знаю А ну масочка вот Возможно уже была Не знаю Не обратил внимания А там Владмирс Владмирс есть Понятно Да-да-да Тогда понятно Отчего это был лайфстил Владмирс на Баунти Хантри Да это еще и Дополнительно Здорово Замечательно Ломается Мидс И мы видим Что фактически уже Игра сделана У меня еще какая-то А Иллюжин Иллюжин увидел Иллюжин Рекимару И покатился На нее Потому что Ситуация критическая Не обратил внимания Что смог не развеялся А возможно Был так далеко Что смог еще и не мог развеяться Поэтому Рики Здесь просто Своими иллюзиями Подразвел Все Это Конечное Это падает Мид Против Нэчерс Профита Играть Очень тяжело Когда ты теряешь стороны Ну а против такого Нэчерс Профита Играть в принципе Очень тяжело Так что Ой какой смог Шикарный Просто шикарный Хотел отвести Бэтрайдер Нэчерс Профита Ну даже если бы Он его подцепил Я сильно сомневаюсь Что его смогли бы Пробить Слишком много Ну 50 брони Ну ладно Не 50 46 брони Ну под 50 Ну как бы Сейчас еще появится Сатаник дальше Мы видим Количество 77% Да Это при том Что под вланмерсом У него как раз там Ну практически 50 И практически 80% Это учитывая Что троллю Даже с этим ничего И не сделать Потому что у него Нет магии вообще Да и БКБшка как бы Решает вопросы Лаги какие-то У винстрайк Но это тот случай Когда пауза продлится Меньше чем Оставшаяся игра Скорее всего Играть без трех бараков Против профита Очень тяжело Потому что Даже у такого профита Есть всегда вариант Взять себе Какой-то еще аганим Толкать просто линии Но вряд ли он это будет делать Потому что это только Фит оппонента Дополнительными пеньками Так кстати У него 51 брони А не Ровно 50 Арифметика Ровно 50 брони Под влазу Я все равно До сих пор не понимаю На что рассчитывают И юники здесь Что Должно произойти Сейчас Чтобы они Перевернули драку Просто 5 на 5 Ну потому что Настолько сильный сейчас Винстрайк Что тролля Явно недостаточно Тролль там Его стирает в секунду Квин оф Пейн Ну вообще Нуль урона Залетает от нее В драке Мы ее вообще не видим А здесь И Рикимару Богатый И вот эта Бочка Не знаю Танк Как еще назвать Этого Френа Подберите там Свои определения То есть как его бить Непонятно тоже То есть даже когда В него вгрызается тролль С ультимейтом И даже когда Никого рядом нет Не хватает урона Опять спалили смок Вот он Нападение на Рикимару Но сюда потягивается Команда Пошла БКБшка От фокуса В это время Быстренько вытирает Гримстрок Он делает байбэк Забирает тролля Тролль вообще не успел Нажать ничего У нее тоже имеется Кстати байбэк Он его не тратит Ну и что Иллюжен катается Пошло лассо Увозит Янгжи Пытаются его Всячески катить Но только половину ХП сняли Просто половину ХП И все БКБшка пошла И пробивать дальше Как непонятно Денай Баунти Хантера Класс Свинстрайк Молодцы Кто бы мог Подумать Что этот пик Реально сработает Рикки и Баунти Хантер Но он реально Хорошо сработал Баунти Хантер Очень много Сделал в начале Классно Поставили Рикки На линию Против Бэтрайдера И дали ему Очень хороший Сноубол Что еще отметить Марс Несмотря на то Что был Без фарма И даже Где-то без левела Он все равно Взял свой шестой И все равно Его задача была простая Арену дал Копье дал Подрался Убил Молодец И в общем-то Всю работу Сделали Янг Джи В итоге С Чикиряо Да Но опять же Не сказать Что все было В одну калитку Да Вот этот Мне кажется Поворотный момент Был Когда Квин оф Пейн Ворвался В этот Врошпит с Аегисом На лоу хп Вот Ее там Подловили Хорошо Сделали фраг Потом еще Зитра Тролля Тролля забрали Как раз таки И то есть Это уже был Такой хороший Поворотный момент Что теперь точно Уже не отпустят Скорее всего Хинстрайк Вот А до этого Было все Не так уж и плохо Да Это был действительно Поворотный момент То есть До этого момента Еще могли Как-то остановить Сноубол Но после этого Получилось Слишком много всего Отдали И разом отдали Преимущества Ключевые какие-то Артефакты появились В общем Можно сказать Что в этот момент Игра была проиграна Но и студия Аналитики Проанализируют Для вас Эту карту Признаюсь честно Я от этой серии Лично ждал Несколько Иного Я тоже Я думал Что будет Борьба напряженная Думал Что будет равный счет Но у нас Имеются две карты На которой Сначала Одна команда Другую Доминировала Над другой Вернее А потом Сложилась Зеркальная ситуация На второй карте Друзья Dota2.ru Слышь Джи Это сайт Где вы можете Обсудить увиденное Где вы можете Следить за ходом Epic Prime League И вообще Заходите туда Там бывает Порой очень интересно А было ли нам Интересно смотреть Эту карту Дмитрий Вот как вы считаете Ну у меня Было весело Блять Как круто Рикимара Бегает по всей карте Убивает людей По одному Причем Они это делали На регулярной основе И самое забавное Что в большинстве случаев Путники так и не смогли Организованно Собраться И подраться Пять на пять До блоки Бар Противник А надо было Не смогли Да Ну да Да Краски первые моменты Где они перевращивали Игру в свою сторону То есть На старте Мы видим Здесь подрались Там подрались И потихонечку Легонечку Перевес По денегам Сделали Путь для себя Они были Из расчета Что у тебя Керой приходит Драку И даже здесь Да Там Четыре-кать Был файт Тролль не приехал Но мог бы И вот Когда Вся команда Тименик В строю Они могут Когда они Все Они не могут Раз за разом Они берутся Без тролля БКБ По одному И Нарабатываю преимущество При помощи Сначала Просто Убийцы По одной Помощи Убийцы Под треком Что вообще Не стоит допускать Вот это первый момент Где казалось бы Драка происходила Под вышкой у троллей И нужно просто Сделать телепорт И подраться С своей командой Или вообще Команде нужно Отойти Но почему-то Уники считали Что ему Драться 4 на 5 Без тролля Когда тот же Рикимару Которого было Ну почти столько же Сколько у тролля Даже больше Он бегал И дрался В любой ситуации Вторая драка Где тролль Вот если посмотреть На мини карте Он снова Находится Где-то сверху Он снова Не принимает Участие Со своей командой Хотя его команда Убивает Под самими вышками Так вот я смотрел И я думал Когда же Когда же Его миссия тролль Соизводят Подраться со своей командой Когда же они Конечно соберутся И подерутся Три на три Четыре на четыре Пять на пять А не тогда Когда у Винстрайк Преимущество В каждой драке За счет численного Переса По героям Ну как бы Я в итоге Дождался Этих моментов Но тогда уже Там был где-то Перевес Что-то в районе Семи-восьми тысяч И ребята Из Винстрайка Успели Купить Бухимбары В общем Здесь вот Очередная драка Квинув Пейн Борется как львица Троль продолжает Там где-то бегать В итоге он приходит Драку Но в очередной раз Он приходит Драку Очень поздно Вот так вот Он фактически Выгрят Не участвовал 25 минут Он просто отсутствовал Сложил впечатление Что в одной команде Играет Дитракс А в другой команде Играют все остальные Но ведь он же БФ собрал Разве ему не надо было Фарм удариться Скорее Ну реки Мара Тоже можно сказать Ребята я пойду БФ хочу собрать Насчет другое То есть вопрос в том Что если он собирает БФ То его команде Не нужно драться 4 на 5 Или вариант второй Что возможно Если его команда Дерется 4 на 5 То ему Нужно собрать Не БФ И пойти драться То есть здесь В обе стороны Может быть Так и есть Третий вариант А может брать БФ Он дает урон И пойти с ним драться Тут тоже в целом работает Учитывая какое количество Министового противника Но в итоге Да То есть В итоге Трэй пошел драться Когда было там Перевесом В плюс 10 тысяч Условного Фариона Я просто смог Выточить Фултроля Что бывает Крайне редко Ну да Тут конкретно Мы видим Что винстрайк Хорошо бегает Таким пиком Они уж не первый раз С ним побеждают Два раза видел Подобный пик Два раза не выигрывают Они классно бегают Они просто бегают По всей карте Трикимару кого-то находит И они стабильно Кого-то вырезают В общем Исполняют довольно-таки Классно Подобный То есть Они получается Последовали Вашим рекомендациям Дмитрия Которые давали Ну они Очень круто Да Ты посмотришь У них по сути Была одна драка Под вышкой Где они дрались По-моему 4 на 4 Там Они все дружно полегли А дальше Мы видим Как происходят Драки на хайлайтах Нашли одного Убили втроем Нашли второго Убили втроем Нашли третьего Убили втроем Потом еще одного Еще одного Еще одного Здесь у нас Допустим Мирспирт погиб Сразу до драки Несмотря на то Что преимущество Винстрайк уже В виде 5-7 тысяч И почти все драки Начинаются с того Что кого-то поймали В общем здесь круто Но это звучит Мне кажется Не столько как заслуга Винстрайк Сколько как антизаслуга Дмитрий Любое Любое полезное действие В игре Если ты кого-то убил Это звучит Как и твоя заслуга Как и антизаслуга Того кого-то убил Это считается В каждой игре Это работает в обе стороны Поэтому ты можешь Выбрать любой момент В доте Любую ситуацию И в любой ситуации Ты можешь это засчитывать Как и заслугу Так и антизаслугу Того кого убили Поэтому Об этом можно говорить Вечности Вопрос зачем Дальше 14 тысяч Бегал до 20 минут Очень понравился Замес как трой Пытался убить фарена И ты ему говоришь Здравствуй Здравствуй Перефарм Да, мистил его Наверное Минут 10 Ну, не 10 Лупит как не в себя Но я не знаю Реально миллион армора 49 армора И тролева не прошибает У них есть разница Восемь тысяч перевес Причем все это время По-моему тролли В бронжевой форме Его стрел Бил купор практически Не думаю Не уверен Ну, какая разница Если на самом деле Это не на что Ты не разница То есть В данном Файте Ни на что Не повлияло Но вообще У него Типа этот Батл Фури Он могут Подрубить Деревство Типа И Бить в мире Точнее Про то, что Бил в мире Неважно Доставлять Днешний В общем Выводы ПГ таковы Что у Уников Определенные Проблемы С Рекемару И с инвизорами Потому что Сентрей Во многих Местах Не хватало Стабильно Баунти Хантер Рекемару Скрывается На герои Убивает При этом Они как-то Баунти Хантер Забожил Просто Своим присутствием Потому что Слишком много Треков сделали Винстрайк И Мне Забавно Смотреть Что Мой первый Предикт Где казалось бы Все довольно таки Просто для уников Просто бегать Драться 5 на 5 Был полностью Заруинен тем Что они Не дрались От слова Совсем Пока там Фурион Не перегнал тролля На 6 или 7 тысяч Голды Да Вот поэтому Дима Откречивается От того Чтобы давать Предикты На карты Друзья Тоже Научен Что уж тут скажешь Статистика второй карты Да Статистика второй карты И Я бы на месте Винстрайк Вот то же самое Был бы сейчас взял Вообще Не важно Что пикнуть Юники Если они и дальше Будут бегать по одному И Каждый там Будет заниматься Своими делами Если дальше Тролль идет В ФК на 25 минут На 30 минут То он просто Вылет из леса Такой говорит Парни Я нафармил БФ А его встречает Фурион Который Все это время Фармил его команду По треками Баунти Хантера Забирая все вышки И забирая весь фарм Карты Я бы на месте Винстрайк Просто повторил То что То чем Мы сейчас играли В рамках этой серии Обе команды Получается Выявили Свои рецепты Успеха Осталось лишь понять Кто сможет Приготовить более Оптимальное блюдо На третьей карте На которой Все и решится Друзья Карта уже не за горами Оставайтесь на трансляции Оставайтесь на трансляции